друзья мои всем привет я все обещала показать свои пиццы и все никак у меня до них руки не доходят но вот решила сейчас те которые я не собираюсь пока резать стоят на полочках я их покажу на местах а уже те какие мне нужно подрезать переукоренять омолаживать сниму их наверное на стол хотя их и на окне можно будет показать не знаю потому что я не уверена что сегодня именно я ими займусь хотя я их обрезать могу и в висячем виде резану там нижние кончики и поставлю укореняться а потом подсажу горшок потому что лысеет вверху горшок и очень красиво вот эта красавица зелененькая желтым лицами цветочком прям такая яркая такая весенняя как одуванчики вот на травках сейчас у нас везде кругом одуванчики зеленая трава и одуванчики и поэтому вот это вот и пицца мне как раз прям и напоминает лох с одуванчиками очень красивый лист вот у этой он перламутровый такой и с розовым ободком по краям тоже очень интересный вот эта ветка очень длинная я ее положила наверх тоже нужно ее чикать и подсаживать горшочек у меня здесь длинный вот такой и я хочу вот чтоб там несколько кустиков сидела поэтому этот вот буду отрезать вот это вот наверху мне нравится красавица ну а цветает она быстро но цветет бесконечно как только пицца начинает зацветать она цветет прям вот одна за другим просто у нее часть вот уже отцветает вот так вот становится а часть он видите еще закупоренные закрытые очень тоже красивый лист у нее эту резать не буду это красоточка пока не требует никаких обновлений очень красивый лист прожилки серебристые как будто потрескавшаяся кожа здесь вот не менее красивая серебристая она знаете вроде как бы зеленая но у нее зелень такая серебрянка покрыта даже я не знаю какая она зеленая она не зеленая она больше как и прям белая и серебрянка покрыта тоже резать пока не буду потому что у нее еще здесь маленькие такие она сама по себе какая-то меленькая миничка наверное вот у нее такие вот маленькие еще нежненькие усики и пока она мне нравится в таком виде резать я ее конечно не хочу это вот я уже новый сажала веточку омолаживала вот как красиво растет уже крупный лист пошел и листы по-разному переливаются по-разному имеют окрас но надо ее от из банки теперь достать а то вот там внутри которые усики не это самое не видно надо чтобы они свисали а вытащу ее сегодня из банки вот эту уж я ее сколько резала 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 и она вот все равно усы растит усы вот растит и растит а вверх видите лысый и цветет тоже и такой прям на табуретке стою сейчас достану вот такой кустик прям красивенький видите так то он пушистенький красивенький кустик вот но верх лысый поэтому надо будет какие-нибудь усики срезать и подсадить вверх мне они как бы нравятся и кустиками когда растут но я люблю и гирлянды а для того чтобы совместить два в одном нужно несколько усиков отрезать и вверх подсадить и тогда будет замечательный там и там так сейчас мне теперь нужно слезть для того чтобы с табуретки чтобы перейти на другое место где у меня и писцы растут а сейчас вообще еще такой обзорчик такая темненькая писцы тоже видите а наверху уже желтеет уже оттягивается вытягивается какой низ у нее пышный яркий вы видите низ пышный яркий и какой уже некрасивый верх лысоватый буду вот эти вот срезать усы длинные и вниз туда подсаживать но не цветочки не важны то что они цветут конечно приятно это значит что растению все замечательно все хорошо но вот красота листьев конечно это нечто наши горшки вот у меня висят на багете это зальное окно коричневый вот в этом горшочке у меня висит вот такой вот зелененький очень интересный тоже лист расцветка у него шикарная вот такой вот розовый так розовый и там еще третий вид вот здесь три куста у меня в одной вот в этой плошке и нормально они соседствуют посмотрите какой цвет красивый очень хорошо соседствует но вот это тоже уже некрасиво висит надо его отрезать вот этот вот переукоренить отдельно вот красивенький пушистенький но у него тоже вот эту ветку сейчас буду подрезать так это серебристость розовым ободком тоже он у меня в другом горшочке такой есть тоже некрасивые уже видите верхушка какая лысая они с какой кучерявый вот все все это сейчас буду резать подрезать ставить в баночке а потом подсаживать я вообще подумаю наверное сейчас по нарежу себе мир верхушечки макушечки от всех поставлю укореняться а те что вот сидят наверное как-то объединить мне надо вот коричневыми в трех горшках они тоже вот видите розовый тоже розовый я покупала у разных с разными оттенками листа а сейчас они как-то вот похоже но видимо в одних условиях они растут у меня и соответственно они очень даже похоже становятся а если их в разные места поставить там на яркий свет или там на рассеянный свет у них будет немножко лист по-другому играть вот прям какая хорошая розеточка напрашивается тоже срезать ее сейчас вот буду ими заниматься здесь еще висят в окошко смотрят видите это уже другой окрас вот он какой красавец в общем то я думала что я их просто порежу а мне с ними работы много но конечно я их не буду сейчас с ними заниматься прям так скрупулезно сейчас вот как раз первый этап будет это как раз я их просто порежу порежу и поставлю укореняться ну я беру сухие листья на некоторых а уже потом когда они начнут укореняться я буду смотреть какой куда подсадить ну и конечно друзья про уход да про мой уход за ними вот знаете есть понятие там прихотливые неприхотливые растения капризная не капризная вот для меня и писцы это вот эталон неприхотливости вот он цветочек какой эталон неприхотливости я вообще за ними никак не ухаживаю они у меня растут на вольных хлебах то есть просто потом когда они начинают вот вытягиваться и лысеть вверх я иногда вот укореняю и подсаживаю но уже давно я это не делала вот зиму зиму весну я вообще с ними ничего не делала вот только собираюсь только собираюсь молодые у меня тоже есть я их уже укореняла срезала сажала вот например я сделала два сюда растения вот с таким с розовым краем и вот такой салатовый серебристым или зелью с темно-зеленым в общем друзья я их сажала всегда в обычный грунт это верховой торф спирли спирлитом или вермикулитом удобряю я их как и все растения если все удобряю то и эти удобряю специально никак за ними не ухаживаю вот тоже растение посмотрите как интересно полосочка розовенькая в серединке попить они любят но они пересушку нормально переносит то есть я их могу пропустить полив совсем когда сухая земля поливать ничего нормально залив они не переносят а пересушку очень даже могут вот у меня два туда вот смотрят два сюда смотрят сейчас другой стороны зайду еще деточек покажу вот у меня в стаканчике сидит усик я сажала вот эти стаканов уже можно в принципе брать и подсаживать в те горшки которые сейчас буду отрезать потому что вот он мне один вот здесь не нужен я его могу реально подсадить уже к другому вот посмотрите какой красавец тоже уже можно его подсаживать верхушку прикрывать мне они в принципе тут не нужны эти малыши какой красивый тоже лист я молодые сажала и ставил вот сюда на стеллаж чтобы он это ну тоже чтобы они здесь висели может быть я вообще со временем окно освобожу малышей насажаю здесь на стеллаже по наставлю окно может быть освобожу для чего-нибудь вот тоже в стаканчике сидит его можно уже стаканчика вынимать посмотрите какое красивое растение ой тут спят мои усталые игрушки пухляки только знают дрыхнут а ночью начинают гоняться мне в цветах ковыряться а вот посмотрите деточка какая усик вот какой интересный сейчас вот так поставлю смотрите какой ус интересный расцветка какая красивая и вот макушка какая красивая тоже вся перламутровая розовая с серебряным тоже в стаканчике пока видите сидит еще в горшок не сажала так и вот еще тоже розовый деточка нравится иметь сорта и вот смотрите друзья это в принципе такие сорта есть на окне висячие но там на свете природном они по-другому смотрятся здесь при искусственном свете и при недостатке освещения они совсем по-другому смотрятся и вот одно и то же растение может по-разному играть пришла я друзья посмотреть как у меня цветет тут вот карасандр очка как себя чувствует как у меня вот тут вайтфельде цветет красиво хорошо и тут я смотрю не пойму у нее торчит у вайтфельде посмотрите помидор вот скажите мне я его не пересаживала уже год с прошлого года он у меня сидит в этом горшке и я прошлый год вам показывала как он у меня цветет в этом году я его еще обрывала обрезала вот как это вырос у меня здесь помидор но пахнет помидором помидор откуда у меня здесь могло залететь семечко помидорное если у меня нет огорода я не занимаюсь рассадой или это картошка я не понимаю в этих рассадах а может быть это картошка потому что как-то давно давно я пробовалась к это укоренять розы в этих в картошке может кусок картошки там был и пророс но пахнет помидором сейчас буду выкорчевывать ленте какая стебулышка огромная выросла и вот какие коренюхи и вообще мне непонятно что это как это от чего это что тут 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 какие-то лохматые коренюшки но пахнет просто землей может быть даже и картошкой вот корни пахнут не знаю ботва пахнет даже не знаю что сказать ну в общем друзья все выковырчила выдернула вот моя вайтфельдия красоточка ну конечно среди грязи она не так красиво выглядит но сейчас пойду убирать друзья ничего не успеваю я поражаюсь как вы со своими садами огородами в частном доме кто живет в квартиру живет за и имеет сады садовые участки и занимается рассадой я не представляю как учусь 5 я ничего не успеваю я совсем ничего не успеваю это какой-то кошмар но еще сейчас выходные хожу с мужем помогаю там ему в это ремонт делать в гараже и плюс еще свои цветочки нужно тут тоже как бы дома доводить и из и съемки и вам нужно всем внимание уделить в общем я как гончая ну правда я конечно не с утра до ночи гоняюсь я даю себе возможность посидеть за компьютером посмотреть видео ушки по отвечать вам даю себе возможность посидеть за телевизора с кружкой чая с вкусняшками в общем-то я даю себе отдыхать поэтому я ничего и не успеваю балкон я еще не мыла если окна я уже это дошли у меня руки окна помыла-то балконом еще не занималась но хочу вам опять показать свои бугенвилии желтенькая якобения вот она видите в афельде показала красандрочка а бутилончики вон понемногу начинают зацветать вот они и что-то снимать то не очень удобно так был перроне моя но та уже отцветает пахистахис бутончики назревают у гибискусов ладно друзья опять отвлеклась пошлите дальше и писать и смотреть немного обрезала перевесила развесила таким образом чтобы они друг друга не закрывали чтобы было видно всех стали они поаккуратнее но вот это вот лысость плешь я со временем закрою сейчас через недельку уже появится корешочки и я их тогда подсажу по несколько штучек штучки по три по четыре туда в горшок буду сажать и они начнут заново расти и будет все замечательно конечно если не пропускать если своевременно их обрезать подсаживать такой вот с ароматы не было бы ну я все думала вот 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 и в итоге запустила малек ну ничего это дело поправимое когда растение живу живое с ним можно делать все что хочешь и обрезать и переукоренять и пересаживать а вот когда она помрет уже все так что самое главное чтобы были живы и здоровая а уже красоту мы им сделаем в салонных свозим на стрижку и все будет замечательно вот какой ворох я настрекла друзья сейчас я это все приведу в порядок обработаю их обрежу подготовлю сейчас какую-нибудь плошечку контейнер какой-нибудь пищевой возьму чтобы удобно было их по кругу сажать на этом друзья у меня все начеренковала обрезала в этой баночке маленькие коротенькие и вот в этой бадье тут всякие разные может быть все укоренятся может быть не все может быть какие-то подгниют ну пусть стоят время покажет друзья всем счастья здоровья берегите себя и своих близких а с вами была я любовь садик цветов и а и и и и и и и и и